Через два года законодательная база и оборонный сектор Украины должны соответствовать всем стандартам НАТО. Об этом сегодня заявил главный дипломат нашей страны Павел Климкин. О диалоге Киева с Североатлантическим альянсом и перспективах членства говорили на международной конференции. К чему в итоге пришли? Подробности в материале. Разговор во благо безопасности. 120 участников из разных стран мира, Америки и Европы, политики, дипломаты, эксперты. Все они участвуют в международной конференции, посвященной трансатлантическому диалогу. Мероприятие организовано при поддержке фонда Бумбураса. Главная цель этой конференции – это изготовление какой-то платформы. Платформа для обмена идеи. Обмен идеи за счет евроатлантической перспективы Украины. Все знаем, что ключевое сегодня слово для Украины – это мир, безопасность и стабильность. А мы стараемся, чтобы эта конференция сделает первый шаг. Время для этой встречи выбрано не случайно. Накануне саммита Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 24 ноября, и польского саммита НАТО. Украина уже начала диалог о предоставлении заявки на присоединение к Альянсу. Теперь, по утверждению МИДа, нужно показать, что это не только намерение. У нас есть очень амбитная мета. До 2020 года мы должны адаптировать весь наш безопасный и оборонный сектор к стандартам НАТО. И, конечно, мы должны очень четко идти за погодженной логикой и погодженным графиком. А уже после, отмечает министр, можно говорить о сроках и предоставлении членства в организации. Поддерживать реформы Украины, утверждает в Альянсе, готовы. Мне кажется, у Украины есть грустный опыт реальной войны. Украина постоянно с этим имеет дело и, к сожалению, может делиться опытом гибридной войны. Мне кажется, сейчас это привлекает все больше и больше поддержки. И чаще говорят о приближении к стандартам НАТО. Трансатлантический диалог продолжит и завтра. Дискуссия начнется с самого утра. На этот раз вступят украинские парламентарии и международные эксперты. Богдан Вербицкий, Елена Зорина, Евгений Каминский. Подробности – телеканал «Интер».